Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, помогите нам расширить нашу аудиторию, советуйте, рекомендуйте своим друзьям. Сегодня, как я уже и говорил, продолжу тему «Правосудие, кривосудие». Но знаете, живем в такое удивительное время, что сначала раз в месяц, сегодня мы смотрим уже раз в неделю почти что-то случается, я имею в виду в религиозной жизни нашей страны, и хорошее, и плохое. Скоро, наверное, будет каждый день что-то происходить, что-то случаться с нами. Я уже подумываю, знаете, говорю вам, а сам подумываю новую рубрику начать. Рубрику от... Помните, в старых фильмах звучал голос Левитана? От советского информбюро, говорит Москва. Вот. Может быть, рубрику назвать от небесного информбюро, говорит Москва. И рассказывать. Мне кажется, что все больше и больше проблем у церквей, у религиозных организаций по всему миру. Но мы часто обращаем взор на Россию, что происходит здесь. А здесь происходит. Орехово-Зуево произошло, когда молодежь, ребят, подростков забрали, запугивали. Запугивали просто. Сказали, сейчас наркоту подкинем, там, и какую-то литературу экстремистскую, и сядете. Вот. Случай нашумел, все знают о нем. Произошло то, что произошло. В Архангельске ничего не меняется. Сносят дом многодетной семьи, где церковь собиралась. Вы знаете об этой ситуации. Еще много по местам. Мне сообщают, пишут, говорят. В разных местах нашей страны давят на церковь. Давят не просто какие-то органы. Вот. Сегодня пришло известие из Кемерово, из Кемеровской христианской церкви, где пастором служит мой друг, брат, епископ Андрей Матюжов. Он возглавляет эту церковь давно уже. Кемерово – это близкий моему сердцу город. В 93-м году я трудился там, несколько недель пробыл. Мы начинали церковь, Кемеровский христианский центр там. Трудились, спасали людей, проповедовали на улицах города. Потом снимали какой-то стадион большой, там проповедовали. В общем. И сегодня его вызвали в прокуратуру. Вчера он разместил видео, где сотрудники отдела ЭПО, по-моему, принесли ему повестку. Сегодня его вызвали в прокуратуру. Он выставил это все. Где он ознакомился с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении. И сегодня я обещал, что мы рассмотрим судебную систему России. Ну, давайте посмотрим на примере конкретного постановления о возбуждении дела. Против него возбудили дело. За что? За проповедию Евангелия. Кто возбудил? Кто вел? Вот в самой преамбуле написано. Прокурор города Кемерово, советник юстиции такой-то, рассмотрев информацию управления ФСБ Российской Федерации по Кемеровской области о размещении в сети интернет на видеохостинге YouTube материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражде, а равно уничижение человеческого достоинства. ФСБ установил. ФСБ смотрит наше богослужение. Ну, работа у них такая, они государевы люди, мы платим налоги исправно всей нашей церкви, чтобы содержать людей, которые ходят к нам на богослужение, записывают иногда, я по нашей церкви знаю, втихаря записывают и где-то размещают. Вот, где-то вот на YouTube прошло вот это вот проповедь, проповедь пастора Андрея о чем? Вот смотри, как интересно написано. Установил прокурор города Кемерово, сам прокурор занимался городской и установил, что 9 августа Матюжов Андрей Владимирович, являясь лицом, посмотрите, как написано, христианского вероисповедания, проповедником протестантской церкви на базе церкви новое поколение в городе Кемерово. Какое отношение, к чему? При проведении проповеди высказывал суждение, направленное по своему содержанию, но унижение достоинства человека, либо группы лиц, то есть они еще не определились, то ли человека, то ли группы лиц, по признакам пола, я уж не знаю, кого он там унижал в проповеди, расы, национального языка, происхождение, отношение к религии. Конечно, я понимаю, что они цитируют из закона, чтобы не ошибиться, чтобы все было написано правильно. Во время проповеди ослялся унайт-трансляция в прямом эфире на ютубе канале «Христианская протестантская церковь Кемерово». Вот интересный канал «Христианская протестантская церковь». Юристам надо смотреть на все. Друзья, обращайте внимание на все мелочи. Действительно так названа церковь, тут в кавычках взято, и канал «Христианская протестантская церковь» из большой буквы Кемерово. Я сомневаюсь, что есть такая церковь, которая называется, потому что все взято в кавычки, называется «Кемерово». Но если прокуратура сейчас опомнится, они сделают это как техническая ошибка, они исправятся, конечно. То пишут какая-то база нового поколения, то церковь называется «Кемерово» по адресу такому-то. Хостинг, все тут перечислено, канал и номер. Смотрите, самое интересное дальше. За что возбудили административное производство? ФСБ следила, слушала проповеди аж за август. Видеозапись под названием «Кафедральное послание. Сребролюбие. Корень всех зол» расположена по ссылке. Вот такая проповедь. Пастор проповедует церкви о сребролюбии. Очень многие мы проповедуем об этом. А кто-то усматривает в этом, что кого-то мы оскорбляем, обижаем, возбуждаем ненависть к богатым, к бедным. К кому-то еще, знаете, по признаку пола, к женщинам, мужчинам, или там трансгердинам, гомосексуалистам, еще кому-то. То есть найдут за что. Тем более занимается такая крупная организация, как в народе называют контора, это ФСБ, Федеральная служба безопасности. Вот люди сидят и смотрят пастора Андрея. Да не только пастора Андрея, не обманывайтесь, смотрят всех. И делают выводы, когда на кого, какое дело возбудить. Это было в августе, сейчас ноябрь, слава богу. По срокам все подходит. Вот, 9 августа было размещено, они его посмотрели и разместили. Кроме всего этого, тут непонятно, кто, то ли, скорее всего ФСБ, уже даже провело, заказали сотрудникам автономной некоммерческой организации по развитию социокультурной деятельности. В кавычках, центр социокультурных экспертиз. Некоммерческая, автономная, оно, да, называется. На экспертизу заказали. На видеозаписи имеются высказывания, отражающие целенаправленное речевое действие гражданина, обозначенного в видеоматериале, как епископ Андрей Матюжов, целью которого является коммуникативное намерение настраивать слушателя против определенных групп населения или их представителей. Тоже, знаете, такие вот, как эти экспертизы делаются, я потом буду рассказывать, как манипулируют всем этим. Они не дают четкий, размытый ответ против определенных групп, или их, то есть или, это вот такое, знаете, как сомнение, или, или, или против тех, или против тех, мы не определились еще. Дальше следует двоеточие и первое. Группы лиц, выявленных по социально-профессиональному признаку, опять тире, учителя, представлены информацией о том, что они будут насаждать ислам, свое Евангелие, что для евангелистов является серьезным раздражителем. Для каких евангелистов? Откуда такое не оценочное уже, а экспертное заключение? Евангелистов очень много. Кого они имеют в виду под евангелистами? Лютеран, пятидесятников, баптистов, адвентистов, методистов. Кто евангелисты? Я знаю, что наши церкви относятся к христианам верой евангельской, но никак не к евангелистам. Нет такого вероисповедания в России евангелисты. Но вот в этом заключении они дают серьезным раздражителям свое Евангелие, учителя. Как будто пастор Андрей учит против учителей, что якобы учителя во всех школах будут насаждать ислам. Что, конечно, не соответствует действительности. Посмотрите, пока еще эту проповедь через суд не признали какой-то экстремистской, найдите проповедь на этом сайте. Послушайте, посмотрите. Сами сделайте свои выводы, пока это не запрещено еще. Не запрещена проповедь и Евангелие у нас в стране. Следующее. Группы лиц, выделенных по социальному признаку. Опять тут. Представители группы лиц, выделенных по социально-профессиональному признаку, государственные служащие, представители власти. Интересно, большая группа лиц. Государственные служащие и представители власти. Якобы и против них он кого-то настраивает, коммунитетивное намерение он имел. Он даже сам, наверное, не знает. Андрей, чемпион России по боксу бывший. Он достаточно интересный, хороший, с юмором. Но я даже думаю, что он этого слова-то и сам и не знал, и не подразумевал, что у него были такие намерения коммуникативные. Настраивать слушателя против определенных групп лиц. Гражданин, обозначенный, посмотрите, как написано. Вот просто можно любоваться этим. Гражданин, обозначенный в видеоматериале, как епископ Андрей Матюжов, выражает приверженность к крайним взглядам, методам действий, руководствуясь идеологией, которая предполагает безоговорочное следование убеждениям с обязательным навязанием своей точки зрения другим. Включая любую из сфер человеческого правления, проявления, где существует разделение людей относительно выбора, принадлежности и вкуса. Вы знаете, протестанты всегда были за свободу выбора. Это то, чему мы всегда учим в своих церквях. И когда ты читаешь, ну вот, на мой взгляд, откровенная ложь просто. Заказ, а как еще, а что ты напишешь, если ФСБ заказал такую экспертизу? Приводит примеры поведения, как руководство к действию евангелистов церкви новое поколение. Им бы определиться, то ли это церковь Кемерово называется, то ли это церковь новое поколение. Проповеднический радикализм харизматов. Вот как интересно. Вы знаете, недавно подумал, у нас очень часто в России показывают разные ролики про харизматов и про американцев-проповедников. В последнее время очень много ссылались, показывали в разных антисектантских, на разных проповедников американских, на Коплиндов часто, на Глорию Коплинда и ее мужа. Что они харизматики, радикальные проповедники, Евангелие про цветание и все остальное. Но тот же Коплинд выходит на канале в московской церкви, благая весть, они дружат, пастор Экренер и апостол сегодня. Его же никто не обвиняет в радикализме, в проповедническом радикализме харизматов. И Коплинда никто не отменяет, хотя многие пишут, что он радикал. В представленных материалах имеются призывы. Точка. Призывы имеются. Автор призывает к политическому активизму по аналогии с массовыми несанкционированными акциями в Хабаровске с целью свержения существующей власти. Ну, мне кажется, здесь уже перебор. Ну, как перебор? Вы же понимаете, что надо, чтобы было состряпано дело. Возможно, этим руководствовались вот эти люди, которые давали всю вот эту экспертизу, якобы экспертизу. Надо еще проверить, что это за организация. Юристы пастора Андрея должны обратить внимание на это. Тут ссылка на Конституцию идет. В соответствии со стратегией противодействия экстремизму. Указ президента до 1925 года. И вот то, что через сет интернет относится к наиболее опасным видам экстремизма. Включая сет интернет. Много чего, к чему это ведет. Федеральные законы перечисляются. И вот мы, я так читаю все это. В соответствии со статей 20.3.1 Кодекса РФ КОАП об административных правонарушениях. Действия направлены на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинств человека. Ну, и чем это наказывается? Какой размер штрафа, или работы на 100 часов, до 100 часов, или арест до 15 суток. И вывод. Таким образом, в действиях Матюжова Андрея Владимировича усматриваются признаки административных правонарушения. Местом, очень важно, место должно быть совершение административного правонарушения, является адрес церкви Новое Поколение. Церковь не зарегистрирована. Она не называется Новое Поколение. Это Кемеровская протестантская церковь. Вот, без всякого там Кемерова, без всего. То есть, в какой церкви это все пишется, непонятно. То есть, юристам тоже. Вот читайте документы, обращайте внимание на все эти мелочи. Я просто комментирую то, что бросается на первый взгляд. Опять же, я не юрист, я священнослужитель. Но мы так долго уже находимся в судах, что уже Глаз приучился смотреть на все мелочи. Правонарушение адрес церкви Новое Поколение. Там, по-моему, в Кемерово не зарегистрировано нигде, ни по какому адресу, ни какой церкви Новое Поколение. Из которого посредством интернета. И вот тут адрес церкви даже дается. В соответствии с частью с такой-то, срок давности тоже не пропущен, что является. Вот 20-го числа выявили, выявили, 20-го августа еще выявили. Вот вели это дело. Август, сентябрь, октябрь и в ноябре. Вот почти вот три месяца. ФСБ проводило всякие эти. Причем Андрей не был уведомлен об этом. Ну и постановил прокурор города Кемерово, постановил возбудить дело административного правонарушения. Я не буду все читать, все выставлено у пастора Андрея. И второе, направить постановление и материал административного в заводской районный суд города Кемерово. И последняя страница, вот когда он ознакомливался с этим, он переснял до того, как поставил свои подписи под разными. Тут стоит три, то, что разъясняются права, обязанности, то, что ознакомлен, и объяснение мог дать и подписаться. Копию постановления получил. Вот, я вам представляю этот документ, как всегда. Он без подписей пастора Андрея. Просто вы найдете у него на сайте эти документы, я не буду их печатать. Но на что бы хотелось обратить внимание в заключении. Вот последнее. Права и обязанности предусмотрены статьей 46, 48, 51 Конституции. И статьями, там коап перечисляются, много статей. В скобках помечено, что это имеется в виду. Не свидетельствовать против самого себя, супруга и супруги, близких, родственников. Это все должны знать. Дорогие пасторы, священнослужители, дорогие братья и сестры. Просто, если вы вот смотрите видео, я не знаю, какого восповедания, верующие, неверующие, это не важно. Знайте свое право, которое гарантировано вам 51 статьей Конституции. Не говорить против себя, близких, родных. Это первое, чему мы должны научить наших людей. Потому что люди наговорят сначала, потом начинают думать. Молчите. Закройте рот. Обратитесь к юристу. Всегда важна юридическая помощь. Здесь так и написано. Но вот здесь, что поражает, через запятую, следующее стоит. Знакомиться со всеми материалами дела. Сегодня, обращаясь к прокурору, по-моему, капитан, там, четыре звездочки, я не знаю, как они по званиям идут. Вот. Он обратился, попросил ознакомиться с материалами дела. Ему не дали ознакомиться. Но подписаться, вот вы знаете, да, это парадокс. То есть, ты подпишись, что твои права не нарушили. Но ознакомиться с делом, не с экспертизой, не с документами ФСБ. То есть, должно быть дело. И ты, и любой гражданин имеет право ознакомиться с ними. Согласно тем же законам, которые они перечислили. Но пастору Андрею было отказано сегодня официально. Они ему сказали, пишите ходатайство, мы будем рассматривать. А как тогда подписываться? То, что я ознакомился, что мне предоставили. У меня есть право и обязанность давать объяснение. Дальше написано ходатайство на языке. Тут еще написано помощь переводчика, юридической помощью защитника. Он настоял сегодня, попросил, чтобы был адвокат, был защитник. Участвовать в рассмотрении дела через запятую ставить. Ходатайство там и дальше. Очень важно обращать внимание на все эти документы, дорогие друзья. Очень важно. Я думаю, что наши юристы, христиане, я сегодня позвонил юристам Славянского правового центра, позвонил Станиславу Кулову, который возглавляет тоже юридическую одну организацию и ведет сайт, статья 26, по-моему, или 28. Мы расскажем еще побольше об этом. где рассказывается о всех преследованиях и гонениях, которые происходят в нашей стране, по городам, по весам нашей Родины. Но звоночки-то тревожные, дорогие друзья. Я понимаю, что видео большое записал. Надеюсь, что вы посмотрите до конца. Еще раз напоминаю, с вами был я, епископ Альберт Раткин. И сегодня такой получился экстренный выпуск, потому что, ну, вот такие ситуации. Продолжение следует...